Привет, друзья! С вами Amway921, и сегодня мы посмотрим еще одно видео по американской ПТ-шке 6 уровня Hellcat. Конечно, совершенно не заслуженно было бы сделать всего лишь одно видео по этому замечательному аппарату, но так уж вышло, что всего лишь там сколько-то чуть-чуть опыта нужно было набить, чтобы перейти к следующему экспонату по американской ПТ-шной ветке, и мне оказалось, оказалось, не казалось, что всего лишь один хороший бой удался на этой замечательной тачанке. Это вот один из тех боев, который можно считать неплохим, конечно, не скажешь, что прям он экстра удивительный, но, однако, еще раз можно вспомнить в этом видео все то, о чем мы уже поговорили в прошлом, а это именно то, что Hellcat обладает отличной динамикой, максимальной скоростью, ну, в плане разгона, но в плане верткости и маневренности уже на месте, это не самый лучший пример. И, несмотря на это, это является одной из самых потрясающих машинок в игре, очень многие игроки обожают ее за то, что она такая вот быстрая, и неплохое пробитие базовым снарядом, неплохой урон, очень даже неплохой, и очень быстрое сведение у пушки, такой ПТ-шки еще поискать. Да плюс еще и башня, которая поворачивается на 360 градусов, ребята, но, к сожалению, она поворачивается в час по чайной ложке, очень медленно и беспощадно, ну, медленно поворачивается, поэтому ни о каком-то таком ближнем вертком сражении с противниками речи на этой ПТ-шке быть не может. Ну, и здесь я стою на месте, назовем его место Глеборга, именно в одном из его видео я увидел прекрасные возможности стоять, и надеюсь, потому что такие прекрасные кустики, они очень даже хорошо меня скрывают, потому как в этом экипаже, который сейчас у меня сидит на этой тачанке, не установлен перк, не исследует, как называется, не вкачан лампочка, и поэтому я без понятия, засветили меня или нет, но вот КВ-1С, до него 284 метра, у него обзор 350, и между нами и не было особых кустов деревьев, но нет моего выстрела, и когда я стреляю, мои кусты демаскируются, как будто бы исчезают, и вот лампочка загорелась. Но такая лампочка опасна, чтобы она загоралась второй раз, потому что это, вам напомню, снаряд от артиллерии Су-5, и так уж вышло, к счастью. Посмотрим, куда попал нам снаряд. Чего-то где-то не видно. Возможно, рядом где-то разорвался, потому что брони у нашего Hellcat в корпусе везде вообще по 13, то есть практически не существует брони, и еще и открыта башня сверху, то есть получать от артиллерии этой ПТ-шки крайне опасно, потому что она ваншотится чуть ли не каждым попаданием прямым, ну, правда, вот в те места, кто я обозначил. И здесь я занимаюсь лишь тем, что помогаю союзникам нашим на 7-й линии по миникарте отстрелять все, что к ним проезжает под мостом или в районе досягаемости моего обзора. Вот. И благодаря моим каким-то небольшим действиям, тысячу ХП удалось тут снять с противников, и враги уже подъехали более-менее расслабленные для наших ребят. Но и там еще происходят в ней всякие непоправимые ситуации, и вот я здесь уже решаю сделать акшен, проехать вперед и быть максимально полезным тем, кто все-таки остался там. Вижу, что квас у противника спрятался за домиком, который можно разрушить, и что стесняться, нужно его рушить. Время есть пока. Пока он стоит на месте. Вот он обнажился, обнажил свой каток. И вот удачно снаряд пролетает, и неплохой дамаг из кваса выбивает. Попасть бы еще второй раз, было бы все здорово. Но вот, к сожалению, он уничтожает нашего одного союзника, и еще там кто-то кого-то уничтожает. И здесь уже на этом направлении довольно грустно становится. Мало того, он еще и уезжает живой. Счет 6-10. Возможно, стоит опустить уже руки и удручиться. Но я вам, ребята, не советую в таких ситуациях опускать руки и удручаться. Потому что не забывайте, что Hellcat это именно та самая тачанка, за что ее любят. За то, что мы можем быстро перемещаться по карте и занимая такие выгодные места, где противник нас либо не ожидает, либо не ожидает. Это одна из тех альтернатив. Ну вот, вижу, что теперь противник меня все-таки ожидает, потому что они начали захват базы, и я решаю все-таки приехать и оказаться на захвате первым, чтобы не приехали все остальные из этих вот троих ребят. Ну вот, смотрите, стоит 3-4-8-5. Я знаю, что вверх моей башни единственная броня, которая есть, и с моим быстрым сведением я свелся даже до того, как он успел свестись и выстрелить. Хотя приехал на точку позже. Ну вот, может быть, вам такая мелочь незаметная, но именно в этом Hellcat просто нет ему равных. Быстро, когда сводится пушка, это невероятно комфортно. Хоть вдаль стрелять, хоть в упор, хоть как угодно. Так, ну кто здесь у нас? Елка стоит на захвате. Снимаем с нее очки захвата. Ее добивает наш товарищ. В это время убивают еще одного у нас экспоната, и мы остаемся вдвоем с французской ПТшкой. Но динамика, конечно, ее по сравнению со мной никакая, и поэтому я принимаю решение все-таки воспользоваться данным от разработчиков, это поехать за артиллерией, потому что с квасом мы разберемся в любом случае вдвоем. Да я один с ним разберусь практически на 99%, что я окажусь где-нибудь сзади него, и успею его объехать, что он никуда не успеет вернуться и деться, и шансов у него мало. Но артиллерия, возможно, очень сильно мне будет беспокоить, потому как любой снаряд от нее может быть последним. И поэтому все, что мне остается делать, это ехать к ним на встречу. По мосту, причем, ехать опрометчиво, поскольку я, возможно, и буду вместе с квасом где-нибудь встречусь, он наверняка где-нибудь меня может подстрелить. И поэтому, минимизируя риски, едем в обход. Настоящие герои всегда идут в обход. И тут вижу второго настоящего героя из команды противника, который тоже зачем-то ехал в обход. Второй герой у них едет не в обход, а по мосту. На его месте мог бы был быть я, и здесь уже через деревья и кусты удачно отправляю его в ангар уже голдой, поскольку ББшки закончились. Это очередной тот бой, когда с боеприпасами, тут на грани все проходит. Это был выстрел от Бизона, вероятнее всего. Не еду за ним. Едем, едем. В это время наш герой из команды, как вы видите, едет по Е-линии. Он пытается перехватить кваса и, видимо, его развлечь, пока не вернусь я. Но вот так и выходит, он его засвечивает. А Бизон, как ни в чем не бывало, пытался. Здесь идет в то же самое время акция. Вот в это время, когда играется этот бой, когда за захват базы там что-то дают еще 10 тысяч серебра сверху. Но я подумал, если бы 10 тысяч опыта, то я бы, возможно, встал. Но серебра... Не-е-е. И еду за седьмым. То есть, давайте еще раз мы подведем итог нашему замечательному Хеллкету в очередной бой, демонстрирующий то, как прекрасно и весело можно гонять по карте, занимая выгодные места, отстреливая противников из неожиданных во всяких ситуациях и всегда, как бы сказать, держать в напряжении всю команду врага. Но единственное ограничение, то, что нам нужно действовать, пока противников слишком много, крайне осторожно, чтобы не растерять свое ХП и не умереть раньше батьки. Ну, а сейчас, когда враг один на один, шансов у него уже, как я и говорил, никаких. На этом бой подошел к концу. 7 фрагов тут, немножко опыта, немножко урона. Но самое главное то, что ПТшка все-таки действительно одна из самых прекрасных машинок в игре. Всем крайне советую на ней покататься. если вы будете для себя определять любимого танка в игре, например, на 6 уровне, то вполне Халкет может занять это почетное место. На этом у меня все. Перед вами итоги боя. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы, комменты и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok